105-летию системы дополнительного образования было посвящено торжественное мероприятие, прошедшее в Центре для одаренных детей «Спутник». Вклад педагогов в обучение и воспитание подрастающего поколения отметили руководители региональных министерств образования, культуры и цифрового развития, представители ряда других ведомств и общественных организаций. Подробности у Артура МХЦ. Как совместить любимое занятие и воспитание несовершеннолетних? Для тех, кто принял участие в торжественном мероприятии в Центре для одаренных детей, такой проблемы не существует. Они и педагоги, обучающие дополнительным навыкам, и воспитатели, умеющие найти подход каждому подопечному. 105 лет системе дополнительного образования в нашей стране. Солидная дата. Когда-то отдельные кружки и секции со временем были объединены в Центре дворцы творчества или спорта. Так только в этом здании у детей имеется огромный выбор для реализации своих увлечений. Центр дополнительного образования детей является одним из ведущих учреждений в республике, которое направляет детей в жизнь, во взрослую жизнь. Наш центр существует уже долгие годы. С 80-х годов в нашей республике были созданы такие центры, как Центр технического творчества, эколого-биологический центр, Центр туризма и краеведения. И сейчас мы все объединились. С 2012 года мы работаем вместе. Год педагога и наставника подарил Карачаево-Черкесии немало запоминающихся праздников. И нынешнее торжественное мероприятие с пластичными танцами, проникновенными поэтическими произведениями, множеством тёплых поздравлений из их числа. Говорили и о важности дополнительного обучения детей и о новых возможностях для желающих получить знания и навыки, а не просиживать свободное время дома. Система дополнительного образования позволяет, конечно же, расширить кругозор ребят, получить дополнительные навыки и умения. И в какой-то степени, конечно же, и определиться с дальнейшей профессией. Потому что не всё даётся на занятиях, там, где получают ребята только образование. Здесь ещё дополняются и воспитательной работой, и другими компетенциями. За последние несколько лет многое удалось сделать для модернизации инфраструктуры дополнительного образования. Так, в регионе были открыты мобильный кванториум, модельный центр и центр для одарённых детей, IT-куб и многое другое. Мы будем создавать дополнительные места в системе доп. образования и в общеобразовательных организациях, и в системе СПО. Сегодня система дополнительного образования охватывает 80% детей от 5 до 17 лет. И это не предел, мы будем стремиться к 100%. Разные направления, порядка 41 тысячи рабочих программ по развитию системы дополнительного образования сегодня в нашем субъекте реализуются. В этот день был отмечен труд людей, которые на протяжении многих лет отдают все силы для обучения и воспитания несовершеннолетних. Но на самом деле, добрых слов заслуживает каждый, кто причастен к наставнической работе. Благодаря кому ребятам удается научиться чему-то новому, что вполне возможно пригодится им во взрослой жизни. Артур Макцелебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.